Благодать Если же мы с вами просто знаем, что есть призвание, просто знаем, что есть дело, которое надо выполнить, но у нас нет, может быть, особого желания, у нас есть какие-то, может быть, страхи, а получится или не получится, то часто мы тогда забываем вот это слово, что благодать дается по мере дара Христова. Если ты внутри себя уже испытываешь этот дар или переживаешь, либо знаешь, что он есть, главное не оставаться на месте, а начинать двигаться и по мере движения эта благодать будет умножаться, усиливаться, расширяться, влиять и на тебя самого, и на тех, кто рядом с тобой, потому что в Божьем Царстве у каждого человека есть свое дело, а раз дело есть, то и на это дело есть энергия жизни. Кто бы из нас с вами сейчас дышал, если бы Бог забрал дыхание? Поэтому мы сегодня ходим и дышим только потому, что Бог нам дает эту возможность. От того, что мы привыкли каждый день просыпаться и дышать, и ложиться спать дышать, и работать дышать, мы не особенно обращаем внимания на сам ритм дыхания до тех пор, пока не появилась какая-то сбивчивость, допустим, от напряжения, либо от быстрой ходьбы, либо от бега. Вот тут мы начинаем понимать, что как-то с дыханием не совсем сейчас хорошо. Но тогда, когда мы дышим уже по естественной программе, то нам это кажется нормой. Но на самом деле нормой является то, что Бог дает нам возможность дышать. А если Он дал дыхание, Он знает зачем. А если знает зачем, значит, у Него приготовлен арсенал для того, чтобы мы с вами исполнили то, к чему Он нас призвал. Вот это и называется благодать, которая дается по мере дара. То есть тогда, когда у тебя есть в этом призвании осознанность, и ты можешь двигаться и говорить, Господь, вот это мне сейчас необходимо, Ты меня сюда послал, Ты меня здесь хочешь видеть, Ты меня сюда насадил. И поэтому дай мне принести плод в Твою славу. И то, что мы видим в жизни Давида, когда гад передал ему послание от Бога, и пошел дал царь Давид по слову Господа, и как повелел Господь, и как сказал гад. И взглянул Орна, это уже 20 стих, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. Орна уже знает, что его дом как-то попал под особое внимание царского дома или царского взгляда. Но уже много прошло времени, и поэтому не особенно он переживал за то, что царь так часто его не посещал. Но тут есть опять свита царская, и она направляется к его дому. Что следующее? Какие теперь предложения? Я думаю, что сегодня много есть домов, много есть гор, много есть возвышенностей, много есть разных участков земли, но в каждом ли месте Бог захотел бы взять жертву? Вот такой вопрос, который я хочу задать вам. Просмотрите свой дом. До какой степени Бог захотел бы именно из вашего дома, из вашего, может быть, участка земли принять жертву? Ту, которую сейчас предложено пророкам сделать Давиду. И вот это место, где когда-то был ковчег, это место, которое уже было освящено, у Бога ничего не пропало. Орна очень хорошо заботился об этом ковчеге. У него было огромное, так скажем, желание быть благословением для того, что является ценностью в глазах Божьих, для этих атрибутов, для этих священных состояний. И вот теперь Господь, помня об этом, говорит, именно на этом месте я приму жертву из рук Давида. И я хочу, друзья, чтобы мы поняли, что мы с вами готовим место для того, чтобы Господь захотел принять жертву из нашей жизни, из нашего, может быть, дома, семьи, рода и так далее. И пусть так будет Господь, который может из всего мира, со всей земли, но вдруг кого-то выделяет, говорит, вот с этого места, вот из этого сердца, вот из этих рук, вот из этого призвания. Я хочу получить себе жертву. Я желаю, чтобы мы с вами готовили такое место и приносили жертвы благоугодные Господу. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты видел все лицо земли, но Ты нашел это место, благоприятным для того, чтобы остановить зло, которое пришло через неверные действия Давида в израильском народе. И потому мы молимся, чтобы Ты благословила наши страны, где мы живем, чтобы остановить всякое движение нечистого духа, нечистого мира, нечистых замыслов. И наши дома пусть будут той точкой, на которую взор Твой обращен, и где Ты захочешь принять жертвы. Благодарю Тебя, Господь, за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»